Во всех школах Гомельской области сегодня прошли урочистые линейки, присвеченные Дню Ведау. С нагодой свято наставников, наученцев и батьков повиншовал старшиня Аблвы Конкама Геннадь Соловей. Самая важная каштовность во всем свете – это адукация. Веды делают человека больше мощным, мудрым, добрым, да помогают разуметь новокольный свет. Миновито в школе закладываются основы будущих перемог. Нехай удача, выполненность в себе и инициативность супроводжают вас у досягненне Великих Вышинь. А мыта на кераванность и старанность принесут годные выники, говорится у веншаванне. Удел в аурочистых линейках на Гомельшине приняли коля 200 тысяч человек. 4 тысячи пришли у 75-ю школу, якая сегодня у першиню приняла навученцев. Установу наведали и наши корреспонденты. Для навученцев 75-й Гомельской средней школы 1-я вересня можно назвать, напевно, Днем Знайомству. Больше, как 1300 школьников ранее займались у инших навучальных установок, якие часто знаходзелись достатково далеко от дома. Что тышится наставника у Тувяны. Так само сустрелись и недавно, але поспели уже познайомиться. Плюсы – это новая школа, новые возможности. Очень хорошая администрация, директор этой школы, заучи нашей школы. Хотелось бы работать в этом коллективе. Очень хороший коллектив, поэтому выбрала эту школу. Об необходимости будильництва этой школы казали давно. 96-й микрорайон относно молодых, как по часу его творения, так и по взрослению мясовых жахаров. Реализация проекта ожицевлялась в рамках инвестиционной программы Гомельской области. Здесь проживает более 13 тысяч. Подчеркиваю, только детей. Можешь себе представить, что каждым из таких районов областей, как Бразинский, Кармянский, Наравлянский, Октябрьский, жители меньше, чем детей здесь в микрорайоне Хутор. Первый звонок – это традиционное переразание червоной стушки. Новая научная установа официально открытая. Это, правда, сучастная школа. 30 учебных кабинетов, оснащенных всем необходимым для якосного проведения занятков. Лаборатории химии, биологии, физики, астрономии. Некольки лингофонных кабинетов, а так само майстерни для проведения занятков по техничной прасы, декоративно-прикладная и театральная студии, зала хорографии, плюс спортивные плясоки и бассейн. С такой базой можно выховывать с и правды разнобаково развитых детей. Дальше с этого научного года в школах, которые находятся на потерпелых территориях, протяглость уроков скорочается до 35 минут лин у малыших классах и 40 у остатних. Наставники переконаны, на якость навучения гэтые нововведения не повплывают. Никоим образом это не отразится на учебном процессе, потому что уроки готовятся согласно всех методических рекомендаций, с соблюдением санитарных норм, поэтому на знания учащихся это, конечно, никаким образом не отразится. Генеральным подрядчиком на этом объекте был будовничный трест номер 14. А про жата года реализации проекта протягнули еще 6 акционерных товарыств, а так само студентские отрады. В особные дни на узведении школы в трехзменном режиме працавали до 860 человек. При этом для поскорения темпа у работ была выращена адмовица от выкористания цеглы и невеликих блоков. Их заменили на сборные железобетонные конструкции. В таком случае это не повлияет на функциональные особенности. Это позволило в большей степени применить материалы, которые производятся на территории Гомельской области, ну и, как следствие, ускорить строительно-монтажные работы с учетом и с особенностями ухода от мелкоштучных конструктивов. Это уже другая школа, якая открывается у Гомеля за последние два годы. Подчас наемства с установой старшиня обловыконка Магина Целовей звертая увагу не только на створенные тут умовы. 2021-й в Беларуси обещаны годом народного одинства. И 75-я школа – яскравое подтверждение тому, что разом мы можем вырешать любые задачи. Прошло объединение всех усилий, всех ресурсов трудовых, разных профессий, родителей, учителя, строителей разных направлений, волонтеры. Они все активны. Ну и, конечно, мы со своей стороны оказывали содействие в том, чтобы школа была вовремя построена. Это в первую очередь должно быть полноценное обеспечение финансирования. Благодаря поддержке президента и правительства эта задача была выполнена и эффективна. 75-я Гомельская средняя школа начала свою работу. Тут будут учиться 1316 детей, у которых есть у всей махчимости не только отримать якостные веды, али и стать годными грамадянами краины. Сегодня важнейшая государственная задача, чтобы поколение 21 века обладало высоким интеллектуальным потенциалом, духовно и нравственно развитым было. Ну и, соответственно, задача преподавателей воспитывать наше молодое поколение, учеников и этой школы, настоящими патриотами на наших национальных ценностях, традициях, чтобы они были достойными гражданами нашей страны. Олег Сенсуров, Ольга Коновалова, Сергей Камков, телерадиокомпания Гомель.